Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал и сегодня снова видео с педикюром. Не очень сложные, но и не очень простые ножки у моей модели. Я вам расскажу о них поподробнее и давайте уже начнем. Для начала скажу, что я в педикюре всегда снимаю покрытие не на таких высоких оборотах, как работаю с руками. Почему? Потому что покрытие в педикюре у нас всегда тоненькое. И чтобы не перепиливать ногтевую пластину, убавляем обороты где-то до 18 тысяч. Также я работаю не как обычно сверху вниз, а справа налево. Работаю я сейчас на форварде. Спиливаю. Если у меня что-то в боковых пазухах остается, ничего страшного, мы это все потом спилим с вами пилочкой. Педикюр у меня идет намного быстрее, чем маникюр. Далее я убираю всю лишнюю пыль и приступаю уже к опилу. Что хочу сказать? Сейчас на меня, наверное, посыпятся гневные комментарии, зачем мы оставляем длину. Объясняю. Во-первых, у нас будет дизайн френч. Я знаю, вы очень давно ждали и просили. Сегодня покажу, как рисую френч на ножках. Немного рисую по другой схеме, по другой технологии. И я опиливаю свободный край пилкой. Почему? Обычно, если брать именно эти ноги, мы зимой убираем полностью под ноль. Но летом мы никогда так не делаем. Мы просто чаще делаем коррекцию и не убираем свободный край под ноль, а делаем только так, чтобы подушечка у пальца немножко-немножко виднелась. Посмотрите, такое бывает. И это не редкость, что для того, чтобы ноги выглядели эстетически красивыми, длину под ноль мы просто убрать не можем. Видите, я сейчас оставляю длину и все равно уже, когда ножка стоит, у нее виднеется подушечка, которая находится под ногтевой пластиной. Также я, видите, пилочкой аккуратненько, без нажима зачищаю немного гель-лак, который у меня остался в боковых. И также пилочкой прохожусь немного по натуральной ногтевой пластине, совсем не нажимая. Еще раз повторяю, чтобы не перепилить. Когда вы работаете пилкой в педикюре, помните, что очень легко поранить клиенту именно вот эту самую подушечку. Поэтому не делайте никакого нажима вниз пилкой. Пилите исключительно ноготь. Опиливать немного по кривой, так скажем, такой дугой можно. Либо опиливать четко прямо. Ни в коем случае мы не спиливаем полностью, знаете, не упиливаем углы и не делаем форму овал на ногах. Далее мы берем с вами пушер и начинаем отделять. Самое главное в педикюре это отделить птеригий от кутикул. Это самое-самое важное. Если вы затолкаете весь птеригий вовнутрь, то сделать чистый педикюр будет очень проблематично. Вы начнете много работать фрезой и, скорее всего, пораните клиента. Поэтому я делаю так. Отделяю птеригий от кутикулы. Птеригия остается на ногтевой пластине. А кутикулу я немножко приподнимаю, то есть создаю карман. Маленький-маленький кармашек. Кармана на ногах такого, как на руках, вы никогда в жизни не добьетесь, так как фаланги у нас короткие на ногах. И, конечно же, такого глубокого кармана нет. После чего я беру вот такую вот фрезу. Честно, девочки, напишите, скажите, как она уже называется. Я, если честно, не знаю. Просто мне очень удобно работать в педикюре именно ей. Во-первых, ей удобно шлифовать боковые валики, боковые пазухи. Да, ей нельзя сильно углубляться, то есть прочищать сильно глубоко. Но все остальное я просто дорабатываю пламенем уже. Красненький. Эта фреза, кстати, тоже с красной насечкой. Кто-то спрашивал в предыдущих видео. Она просто очень быстро зачищает остатки птеригии и хорошенечко приподнимает кутикулу, потому что кончик у нее не совсем-совсем такой тонкий. Переключаемся на реверс и делаем все то же самое с правой стороны. Обрабатываем. Под ноготком немного можем зачистить, если нам это позволяет анатомическое строение. И также обрабатываем немного кутикулу. То есть все самое большое, самое огрубевшее я убираю именно этой фрезой. Работаю я ей, кстати, строго на где-то 10 тысячах оборотов. Больше ни в коем случае не ставлю. И потом я беру пламя, свою помощницу, переключаюсь на реверс. Точнее мы на реверсе и так стоим. И прямо от одного синуса до другого я уже дочищаю какие-то мелкие недостатки, какие-то маленькие ширушки. Но будьте осторожны, очень многие мастера путают пыль именно с птеригием. Начинают пилить и просто-напросто перепиливают, то есть истончают ногтевую пластину. Это частая проблема. Я часто сталкиваюсь на моделях именно с такими случаями. Поэтому не советую вам сильно. После чего беру вот такую вот фрезу. Наверное, все помните педикюр на мне. Если не смотрели, обязательно посмотрите на моем канале, как я корячилась и делала этой фрезой себе педикюр. На модели же, посмотрите, на форварде все счищается буквально за считанные секунды. Так как чаще всего кутикулу практически нет на ногах у нас, поэтому убрать все это фрезой очень-очень быстро и не составляет никакого труда. Вот такая вот чистота, красота. В конце видео еще расскажу секрет, как сделать красивое фото ног, точнее, как подготовить ноги к красивому фото. Посмотрите, как чисто, как красиво. И это, кстати, совершенно без ремувера. Ну, следующим этапом, конечно же, идет обезжиривание. И далее я наношу праймер. Кто-то написал в комментариях, что на ногах и так все будет держаться, но ножки у нас это зачастую влажная среда, обувь, носочки. Поэтому я перестраховываюсь. Наношу базу от Мальтини Стронг. Так как это ноги влажные, я беру именно эту базу и наношу ее тонким слоем. Не втирающим, а просто тоненьким аккуратным слоем без выравнивания. После чего я беру вот такой вот красивый цвет. Он называется зефир. Сначала наношу его в один тонкий слой, просушиваю и добавляю уже чуть более толстый слой с таким, знаете, небольшим-небольшим выравниванием. Ну, прям маленькую капельку по мокрому я просто распределяю по ногтевой пластине, чтобы добиться именно такого красивого зефирного оттенка. Вообще, камуфлирующие цвета именно для педикюра просто очень и очень выигрышно смотрятся. Если честно, то мой самый любимый дизайн на ножках это френч. И если вам интересно, я обязательно сниму такое на себе. Потому что я думаю, у многих возникают вопросы, а как же нарисовать френч на ножках именно себе? Френч рисую вот таким вот гель-лаком. Это гель-лак ультравайт от Мальтини. Он очень супер-мега плотный, просто в один слой на любых ногтях. Даже на самом длинном миндале вы его сможете нанести. И он не скукожится, ничего с ним не случится. Техника рисования френча на большом пальце и на других у меня немного отличается. На большом пальце я сначала рисую толщину. Кстати, не кидайте в меня кирпичами, не говорите, что френч очень толстый. Мы уже знаем эти ножки от и до. И скажу вам так, если здесь нарисовать френч тоньше, то уже через неделю будет казаться, что на краю ногтевой пластины просто какая-то полоска непонятная. Поэтому рисуем его чуть толще, плюс на ножки мы смотрим как бы издалека, да, с высоты нашего роста. И именно такая толщина смотрится просто идеально для них. То есть выбирайте толщину френча, исходя из длины ногтевой пластины на ногах. Нарисовали сначала толщину, потом скруглили усики и заполнили пространство. А вот на маленьких пальчиках сначала я отмечаю высоту усов, отрисовываю два треугольника и только потом уже рисую толщину. Потому что так намного удобнее делать. Толщину на маленьких ногтях вы уже выводите по факту, то есть так, как вам удобно. Нарисовала усики, нарисовала два треугольничка. Далее прорисовала толщину и просто-напросто скруглила. Обязательно попробуйте френч на ногах. Это для меня лично, это что-то чистое. И только с френчем ваши ногти выглядят так, как будто вы вышли только что из салона красоты. С другими цветами, конечно, ногти смотрятся ухоженными. Но с френчем, знаете, мне напоминают ножки из какого-то журнала. Топом безлипкого слоя, супер глосс, также от мальтини, я покрываю в тонкий слой. Но, девочки, смотрите, если у вас гель-лак не такой плотный, как у меня, то вам нужно будет поставить маленькую капельку ближе к кутикуле и распределить ее. Потому что у вас будет ступенька, если вы будете рисовать френч в два слоя на ногах. Наношу вот такой вот спрей. Это больше похоже на мицеллярную воду. И она отлично убирает всю пыль. Посмотрите, какая красота, какая чистота. Мы готовы к лету, мы готовы встречать лето, наконец-таки. Если вам еще хочется, вы можете опилить также свободный край для четкости формы. Мы это, кстати, потом сделали, но уже, к сожалению, не сняли. Вот такой вот результат. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные и суперполезные видео. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok